Добрый день. Во-первых, я хотел начать маленькую презентацию с конца. Спасибо организаторам и спасибо участникам конференции за то, что этот процесс идет. Мне очень хотелось бы, чтобы дальше он только расширялся. Почему? Потому что основной момент, который хочется создать для Эльбруса и всей ВТ на базе Эльбруса, это экосистема вокруг данного центрального процессора. Без экосистемы мы можем долго пытаться сделать что-то красивое, интересное, заинтересовать заказчиков, но на массовый рынок, на массовое производство мы никогда без экосистемы не выйдем. Презентация будет посвящена, она будет очень коротенькая, но посвящена, по сути, роутмапу, который мы планируем как аквариус сделать на базе центрального процессора Эльбрус и всего семейства центральных процессоров Эльбрус. Почему презентацию я хотел сделать, посвященную роутмапу, потому что сначала я акцентирую внимание на одной вещи. Компания Аквариус существует достаточно много лет, 31 год, и все эти годы Аквариус стремился стать отечественным российским вендором железным по массовому производству вычислительной техники. У нас есть большое производство в ШУИ, достаточно большое производство в ШУИ, потенциальный объем производства до миллиона единиц вычислительной техники в год при нынешнем состоянии, но мы сейчас работаем над достаточно значительным расширением производства. Что значит массовое производство? На самом деле массовое производство, и что критично для нас, мы не разрабатываем вычислительную технику для партий менее 10 тысяч единиц, которая будет выпускаться на нашем заводе. Нам это не нужно, нецелесообразно, и это не наш профиль. То есть если мы разрабатываем какой-то продукт, мы предполагаем, что за жизненный цикл этого продукта будет выпущено не менее 10 тысяч изделий. Но 10 тысяч это минимальное количество для достаточно тяжелых серверов. Если вы смотрели на нашем стейде, там есть, например, четырехсокетный сервер на Эльбрусе, в нами спроектированном корпусе, при той стоимости, которая сейчас есть, если мы их продадим более 10 тысяч штук, это, в общем, будет нормальный хороший бизнес процесс. Но, уверяю вас, сильно непростой. Из-за, в том числе, цены. Мы определяем цену на это изделие, определяем не мы, не сложившийся рынок, не конкурентная среда, а та ситуация, в которой мы сейчас все вместе с вами находимся. Если посмотреть на наше производство, то мы практически сейчас всю нашу аппаратуру, которую производим, стараемся, чтобы она была в реестре отечественного ВТ по 719 постановлению. Почему это? Потому что мы всегда ориентировались на, хотя и достаточно широкий объем производства, но это все-таки касалось регулируемого рынка, то есть это 44, 223 и компании с госучастником. Потому что они для нас являются фактически якорными ключевыми заказчиками. И мы на мелкосерийном производстве и на опытном производстве – это все процессы подготовки нашего производства к основному процессу производства, большому серийному производству. И мы, я бы не сказал, что очень хорошо можем выполнять заказы на 5, 10, 15 серверов. Для нас это, а, непрофильно, б, это не наша направленность. История взаимоотношений с МЦСТ у нас не такая большая, но уже пятилетняя история, поэтому нас более-менее знают МЦСТ, у нас с ними партнерские отношения. Не всегда простые. Почему? Потому что мы в основном жили всегда на x86 архитектуре, и сейчас последние 5 лет расширяем свой пакет, но я сознательно говорю, что мы расширяем свою платформу, поскольку ни в коем случае мы пока не планируем уходить с x86 платформы, поскольку это требования рынка. И те количество техники, которые мы выпускаем, в любом случае на x86 платформе, мы будем дальше производить. Но это не значит, что на Байкалах, Эльбрусах, а Эльбрусах в особенности, мы не будем выпускать нашу продукцию. Мы будем, и у нас достаточно широкий роутмап по всем направлениям ВТ. Какие клиентские устройства на базе процессора Эльбрус мы запускаем? Значит, устройства на Эльбрус 8С, 8СВ, Эльбрус 12С. Это моноблоки, это стандартные корпуса, это мини-корпуса. Все, весь спектр мы должны, если выпускаем продукт, то должны перекрывать. В этом есть много проблем на сегодняшний день. Первое – это корпуса. Второе – это температурный режим процессоров, который в мелких объемах требует дополнительных решений. А корпуса для моноблоков, как вы себе представляете, делать в России пока сложно, дорого и экономически нецелесообразно. А на восточном, скажем так, направлении делать от тысячи корпусов для моноблока никто не будет. Бессмысленно. Там в серии, если мы говорим о ста тысячах штук корпусов, это еще как-то оправлено. А если вы хотите, чтобы с вами говорили серьезно, миллион закажите, тогда вам разработают пресс-форму, конструктив, все будет хорошо и будет производство. До миллиона это будет все такие, вилами по воде. Вот это основная сложность на клиентских устройствах. Правда, это по серверному направлению тоже имеет под собой много оснований, но там есть способы это обойти и бороться. По ноутбучной тематике. Пока мы производим ноутбуки в достаточно большом количестве на x86 платформе. Сейчас ведем работу на переход, точнее не на переход, а, как я уже говорил, на расширение спектра. И мы на Эльбрусах будем делать вот наши некие планы по переходу на ноутбук. Ну, в том числе защищенный ноутбук. Что касается стоечных серверов на базе процессоров Эльбрус. Здесь я остановлюсь чуть-чуть поподробнее. Почему? Потому что сегодня мы готовы выпускать уже два типа серверов. Две платформы. Это двухсокетный и четырехсокетный. На нами разработанном, но не произведенном в России, но нами разработанном и произведенном по нашему заказу корпусах. На плате НЦСТшной к разработке собственной платы для процессоров Эльбрус. Мы сейчас приступаем. Надеемся, что в связи с тем, что у нас создан достаточно хороший полный цикл R&D в компании, мы сроки по разработке плат сейчас показываем не намного хуже, чем наши восточные друзья. Дальше это одноюнитовые, это двухюнитовые. Все эти таблички можно посмотреть, можно поспрашивать, за счет чего, в какой момент мы рассчитываем попасть в эту точку. Нас иногда очень говорят, а что вы не показали вот это, что вы показали не это, а уже произвели. Да потому что что такое для нас произвести, что такое показать, это подготовить продукцию к массовому серийному выпуску. А это процесс достаточно длительный. Поэтому когда мы говорим о сроках, показываем таблички, мы говорим только о ситуации, когда мы готовы к массовому серийному выпуску. Что такое серийный выпуск? Это пайка, поверхностный монтаж, сборка, конфигурирование, заливка, прошивка и так далее. Тестирование, валидация. Пока мы не говорим о изготовлении PCB в России, не нашли возможность такой. Пока мы не говорим о корпусировании в России, тоже не нашли эту возможность. Хотим сделать? Да, хотим. Все время ищем, смотрим, встречаемся с потенциальными изготовителями, но пока, к сожалению, не нашли. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok